здравствуйте система ассистент в эфире и с вами я калашников против шеста это видео у нас пилотное как вы видите у нас на лезвие плюс снаряжены опытные образцы упоров плюс у нас опытный настроечный узел но тем не менее я хочу начать большую беседу о так называемом эконом-классе скажем в рамках системы я хотел бы добиться допустим внедрения таких упоров настроечного узла и такой вот очень скромный на первый взгляд набор лезвие плюс 2 упора плюс керн с конической штукой очень обязательное условие да и настроечный узел которые без привлечения скажу дадут нам возможность собрать например полностью кухню не прибегая к другим элементам системы но в отдельных случаях придется использовать рулетку и карандаш немного но придется я думаю эконом класс будет интересен двум категориям покупателей первый это аматоры которые покупают иногда просто для того чтобы несколько единиц собрать себе в дом которые либо любят работать под руками либо это слишком дорого и дешево купить вот шаблон изготовиться нам и второй момент не менее важный это для профессионалов которые сидят на стяжках я буду показывать в рамках этого условного пилотного проекта эконом класс буду показывать все что мы сможем делать с лезвием плюс для того чтобы скажем этот вопрос популяризировать сегодня мы будем говорить о петлях петли можно будет устанавливать d35 и d26 для накладных фасадов для внутренних к сожалению не получится у нас шинализм не дает возможности выстроить то значение которое нам нужно для ответных планок и так что мы делаем у нас условные стойки до стойка и дверка но мы сейчас как я уже говорил у нас таком случае это и это допустим да это будут центр чашки петли отверстия а эти парные и эти парные отверстия это у нас будут ответные планки петель значит расстраиваем наш наши упор и плюс я тут эксперименты делал они уже были настроены хочется все делать прямом эфире да наш настроечный узел ставим на 37 миллиметров это у нас ответные планки вот 37 миллиметров простота использования этого узла в том состоит что у нас все время 0 будет здесь какой бы из ступенек мы не использовали либо на 8 либо на 33 с половиной миллиметра очень легко настраивается обращайте внимание пожалуйста сколько я конкретно трачу сколько я конкретно трачу времени вот именно на саму работу не на болтовню потому что вот поймите я не могу видео выпускать в абсолютном молчании я думаю все таки какой-то комментарий он не лишний вот значит упираем наш упор есть раз есть один настроим и вторым то же самое это у нас будут ответные планки петель значит поехали я их сразу буду засверливать ну вот а Надо учитывать, что сегодня у нас упоры, те, которые есть в продаже, они дают возможность делать 37 мм ответную планку петли, но нужно снимать упор и переворачивать на другую сторону, что не очень удобно, занимает время. Мы же сейчас говорим о том, чтобы максимально минимизировать время, упростить работу, увеличить палитру наших возможностей максимально. Итак, ответные планки у нас, я со смещением сделал, сейчас мы говорим о возможностях, да, не о красотах. Наши ответные планки установлены. Теперь делаем 22 мм. Для этого нам нужно опять же отпустить винты. Наш настроечный узел на 22 мм. Вот, зажали. И то же самое, используем этот же ряд, значит, первая ступенька на восьмерочку. Вот, есть. Здесь сдвинули и... Подтянули раз. И два. Значит, это настроено и здесь то же самое. Как вы видите, я сейчас не использую так называемые винты тонкой подстройки. Никаких шкал, никакой путаницы у нас нет. Теперь мы делаем то же самое здесь, но уже скверным. Раз. И... Я думаю, так. Два. В сегодняшнем исполнении, кстати сказать, нам пока что это недоступно. То есть, если ответные планки мы еще можем, то центр чашки петли мы уже не можем делать. А это очень немаловажное обстоятельство. Материал такой, что сразу не сделаю. Надо за несколько раз это все фрезеровать. Ну и ничего. Вот, здесь медиум очень качественный, поэтому он фрезеруется не очень. Значит, эта чашка готова. И это сейчас тоже будет готова. Я хочу сказать, что лезвие 600 нам позволит спокойно работать с деталями до 1200 мм. Там чуть меньше будет 1100 мм. Но это не значит, что мы не сможем сделать и шкаф. При определенных условиях мы сможем выполнить с лезвием плюс и такими вот упорами плюс львиную долю работы. Не только на кухне. Кухню мы всю сможем сделать. Не могу понять, что мы тут делаем. Что-то фреза не хочет его резать. Нет, все нормально. Итак, единственное, что мы сделаем, такое вот движение, мы нашу коническую втулочку. Вот, по заветам Тони, поскольку это его заслуга именно в такой конструкции. Мы ее в боевое положение. Значит, и наши петли. Раз. Два. Вот такая вот у нас красота. Сейчас мы это все зафиксируем. Вот. И посмотрим, что у нас получилось. Ну, я думаю, что мысль понятна. И самое главное, и самое интересное нас ждет немножко позже, да. Когда я буду все стяжечки при вас присаживать. Понимаете, тут сейчас на каждую стяжечку у нас требуется определенный шаблон. Ну, а так у нас не надо будет какой-то шаблон определенный. У нас это все будет делаться, вот, на ура. Одним. Вот. Одним и тем же лезвим. Ну, как мы видим, вот, наша петля установлена. Как я уже как-то говорил, если вы обратите внимание, здесь зазор, он уже есть. Если вы все делаете по правилам, то вам регулировать петлю не придется. Вот такая у нас первая серия условного проекта. Спасибо большое за внимание.